Где еретики у престолов служат, это же мерзость запустения. Ясно, нет? Вот поэтому ходить сейчас нельзя, с ними молиться нельзя, участвовать в этом служении нельзя. Никакого общения не должно быть. А если мы общаемся, то мы через это общение, что он говорит, апостолу, и Господь даже отмучаемся, извергаемся из садов. Но то, что есть сейчас, каждый остаёт при своём учении, это неправильно. Православным христианам запрещено посещать те храмы, где совершают благослужения епископы, отступившие от истинной веры. Грех епископа и кумениста ложится на клир и мирян, которые находятся с ним в молитвенном общении. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя апостольско-православная церковь, истинная церковь, которая сейчас в это нелёгкое трудное время, жидомасонское, их исповедует именно, именно исповедует и противится этому глобальной системе, и противится и куменизму. Сейчас трудное время, время предантихристово царей Нину, дьявол не спит, он внутренне идёт духовную войну с каждым из нас, внутреннюю войну, понимаете, не внешнюю войну, внешне-то всё блестит, он купола звонит, всё так, а внутренне идёт война, а внутреннюю войну это надо распознать, волков в овечьих шкурах и так далее, истинных пастырей от истинных пастырей. Вот сейчас задача, самая главная задача православных нас людей. И не будьте слеп сами. И по Христос пришёл в мир, и её не признали. Видите, он фарисеям и стадукеям говорил, что он им сказал? Он им сказал, что вы философы, что вы тут начитанные книжники, что вы здесь образованы и так далее. Хотя они всё знали, Ветхий Завет, Писание, и всё знали, он прекрасно это знал. Видите, а что он им сказал? Он им сказал, слепцы, слепцы, видите перед вами мести, и вы меня не видите. Понимаете? Вот вид это в чём. Вот так и сейчас, как бы нам не остаться этими слепцами, видя вот это всё, что перед нами, что происходит. Церковь не гундяевская, церковь не епископская, церковь не моя, а церковь Христова. Да в этой церкви существует плевел и пшениц. И вот кто себя отнесёт плевел, а кто пшениц. Видите? Вот допустим, сейчас эти рабки, которые исповедуют коммунизм, они как раз относят себя к чему? К пшеницам или к плевелам? Эти рабки сейчас относятся к плевелам, к волкам в овесих шкурах. Потому что они пасту ведут, а сдают глобальную систему и сдают и коммунизм. Это волки, лишь переодетые в одежды. Так вот, дорогие мы, где еретики у престолов служат, это же мерзость запустения. Ясно, нет? Вот поэтому ходить сейчас нельзя, с ними молиться нельзя, участвовать в них в услужениях нельзя. И приходить. Вот мы помолились с этими, помолились с этими, благословения взяли у этого экуминистического священника и так далее. Как объяснять вам, я не знаю. Что от нас требуется сейчас в это трудное и нелегкое время? Стояние в истине. Поэтому как спасаться будем исповедованием и голгофы, и крестом? Вот это надо понять и сбрасить. Если вы это не поймете, тогда понятие для вас все. Непонятие. Значит, тогда вы останетесь слепцами, как те парисеи, книжники, которые распяли, что Христа. Вы должны, как сейчас никогда, уседно молиться по ночам и просить каждодневно со слезами Царицы Небесной, чтобы нас покрыло сейчас вот это же дубасонское иго от печати Антихриста в страшное время. Должны Царицы Небесные просить со слезами Царицы Небесной, помоги нам. Спаси нас, покрый нас чистым своем афором, от печати Антихриста избави нас, обитвы все покрыли. Сохрани нас, недостойных, недостойных рад твоих. Помилуй и спаси во веки веков. Аминь. С праздником. Брани вас, Христос, Матерь Божья, Пресвятая Богородие. В храме светлым, храме дикым Служил батюшка родной Нас богатств нерадивых Призывал в последний бой Бесы падали кричали Не терпя святых словец Ты ревнитель Божьей славы Ты вознесся до небес Столпа земли до неба Властью церковною предан Отче Василий Новый Сон упречнёт преподобный В храме светлым, храме дикым Служил батюшка родной В храме светлым, храме дикым Служил батюшка родной В храме светлым, храме дикым Служил батюшка родной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова